Ты уже знаешь, что такое краш? Да, мне уже объяснили, это там, и то я уже забыл. Ну и что такое краш? Это разрушитель сердец, да, вроде? Нет? Ну, я так понимаю, что краш — это мужчина, который пользуется очень большим вниманием у девушек, и есть ряд таких мужчин, там, как Арестович, Ким, для кого-то это Дурнев, для кого-то ты, для кого-то Лачин, вот, из молодого поколения. В общем, такие яркие парни, с которыми каждая девушка хотела бы пойти на свидание. Я запомнил, всем спасибо за это. Ты несколько дней уже в Киеве, как тебе находиться среди гражданского населения? Это всегда тяжело, всегда тяжело приезжать в город, ты хочешь побыстрее уехать, немножко потому что не понимаешь людей, вот, жизнь, не можешь смотреть уже на эту жизнь, потому что есть жизнь уже там, вот, которая более понятна, чем эта. А какие ощущения? Тебе кажется, что пока кто-то воюет, ты отдыхаешь? Да. Пока мы, не я, пока мы воюем, пока люди жертвуют жизнями, кто-то отдыхает. Но я понимаю, что это неправильное мое мышление, вот, потому что отдых нужен, и каждый, в принципе, отдыхает по-своему, вот, но все равно ты приезжаешь и смотришь на эту обстановку, и она тебя угнетает самого, поэтому тяжело находиться. Тебе более привычно сейчас находиться на поле боя? Да, там, где бой или там, где парни, с которыми мы вместе воюем, вот та обстановка, она более привычная. Я смотрела твое видео, где ты возмущаешься, что вернулось очень много людей в Киев, и тебе некомфортно. Это, скорее всего, дискомфорт в плане, все в дороге, вот, если водители, водители поймут военные, у многих людей нету понимания о том, что все-таки военное время, и вы должны пропускать военных, либо оставлять им полосу для движения, а по итогу получается так, что многие просто подрезают, вырезают, не пропускают, и это очень мешает, ну, и ты злишься по этому поводу. Вот, вот такие, наверное, ситуации, поэтому ты бесишься. Ну, а то, что ты говорила, что гранату хочется кинуть, тебе не прилетело? Нет, нет, ну, это всего лишь просто разговоры такие, поэтому, конечно, я бы такого не сделал бы, закинуть там гранату, вот. Но есть много ситуаций. Допустим, мне не нравится ситуация, возьмем, когда люди, бычки кидают, да, на дорогу. Меня это дико начинает бесить, я начинаю сразу конфликтовать, вот. И поэтому лучше я уже, там, где война будет, пацаны, и пока я от этого, от всего открещусь. А что ты можешь делать, вот, если видишь, что человек кидает бычок? А, заставить поднять его и выкинуть его мусорку? Вот прям силой? А? Силой? А зачем силой? Ну, ты говоришь, он говорит, отъебись. Ну, если отъебись, можно за шкирки взять его и заставить покинуть. Ну, а как? Ты не считаешь, что неправильно трогать людей? Почему? А, так неправильно тоже сорить. Причем, это говорит белорус в его стране. Ну, то есть, тоже такое. А человек живет в своей стране и гадит же прямо у себя на улице. Короче, ты хулиган, если так. Нет. Да. Расскажи, как выглядит твой день в Киеве. Сейчас? Да. Проснулся, поехал на интервью, поел, поехал на интервью. И, ну, вот отвез машину на СТО, чтобы подготовить себя к заданиям. Все. Весь обыденный день. Если бы не было интервью, что бы ты делал? Я думаю, что, возможно, были какие-то второстепенные дела. Ну, сказать, чтобы я как-то попытался отдохнуть, то... Я не помню, куда я так, чтобы отдыхал, где ты там или посидел. Я могу просто посидеть, где-то вкусную еду поесть, и для меня это будет уже такой отдых. Сон или тебе сна хватает? Привыкаешь немножко просыпаться рано, вот, и, в принципе, нужно это практиковать, потому что, когда ты находишься на боевых, ты можешь ложиться там в 12, но проснуться там в 4.30. И вот это вот постоянно разбито, поэтому лучше всего меньше спать, пускай организм прилагает. Когда те люди, которые уезжают, они говорят, что на поле боя они будут как мясо, а так они могут помогать финансово. Понятно, что есть люди, которые финансово помогают нормально, ну, а есть люди, которые финансово, там, скажем, пожертвовали, допустим, 5 тысяч гривен, да? И он говорит, да, я там финансово помогаю. Вот. Я знаю людей, которые работают лично, и ровно половину от своего заработка они перечисляют на счет ЗСУ, либо помогают волонтерам. Это, я считаю, помощь. Но, опять же, почему люди говорят, что они будут как мясо? Мы с тобой обсуждали, что я считаю, что абсолютно каждый может быть полезен там. То есть не каждому понятно, что в руках держать оружие, но можно выполнять другие функции. Тот же дрон. Именно на фронте? Да, именно тот же дрон. Я даже приведу пример. Полтора месяца назад со мной связался человек, у которого есть какой-то диагноз со здоровьем. Я не помню. Ему нельзя, короче, нервничать, потому что там он может инфаркт ставить или что, и может, в принципе, умереть. Но он очень сильно хочет воевать и как-то помогать. Он говорит, что я не могу идти сам в бой. Вот. Что я могу и как я могу помогать. Ему задал вопрос. И я у него просто спросил, помню, вопрос, я ему задал, какая у тебя вообще специальность, какая у тебя профессия. И он говорит, что я работаю автоэлектриком. И я говорю, так в чем проблема? Сходи в военкомат и скажи, что я хочу быть, чинить авто, либо чинить технику военную. Потому что это сейчас тоже очень нужно. Если об этом никто не говорит, то это очень нужно. Техника ломается, и все ремонтники всегда задействованы. И он буквально там, сколько прошло, я помню, две с половиной недели, он мне пишет сообщение. Большое спасибо, Игорь. Меня отправляют вот через неделю на одно из направлений, я буду там автоэлектриком. Ну а чем девушки, допустим, могут быть полезны? Готовить еду. Ну это я вот сейчас так, допустим, есть добровольческие там отряды, батальоны. У них есть, допустим, какая-то база. И они должны постоянно учиться. Парни, которые держат в руках оружие, должны постоянно приобретать какие-то знания. И, допустим, вот на всю эту готовку еды и на то, чтобы покушать, нужен, допустим, час. На уборку тоже нужен примерно час. Там, где ты живешь, в принципе, это час. Два часа времени. Прекрасно было бы, если была бы там группа девушек, допустим, назовем, которая готовит там и убирает этот день. И, соответственно, два часа освобождается для парней. Они могут это потратить на отдых, который им больше нужен, чем девушкам, явно, перед боями. Или потратить их на обучение с пользой. И это так я сейчас просто прикину. Ну а какова вероятность, что если эту базу найдут орки, девушка не будет изнасилованная? Ну это, наверное, твое просто какое-то... Ты сейчас, наверное, просто представляешь, что эта база находится где-то в центре оккупированного полностью места. Она скрытая такая. Нет, так и так не происходит. Понятно, что это опасно. Мы не говорим с тобой про девушек, потому что девушка это все-таки девушка. И я бы не хотел, чтобы девушка шла, допустим, на войну. Но если не будет хватать парней, то придется девушкам идти. Ну тогда должно быть стыдно парням и мужчинам, в принципе, в этой стране. И тогда какое право они, в принципе, имеют себя называть мужчиной или парнем? Типа сказать, что я доначу, какая-то девушка воюет. Вот сейчас появилось видео, я видел там девушку в окопах. Да. Вот. А я так понимаю, что она парамедик. Судя по значку, вот тебе еще задание для девушки. Девушка может работать... У нас были девушки-госпитальерши, которые были в группе эвакуации. Вот. Это если меня ранило, быстро машина приезжала, забирала и увозила. Так можно до бесконечности просто. Но я понимаю, что девушки, ну, не воевать, и которые там парамедики, да, они большие молодцы, им огромное уважение. Волонтерская деятельность. Да, волонтерская сейчас многие занимаются. Девушки еще часто снайпером работают. Да. Я знаю. Снайпером-парамедиком. Потому что... Спасибо, Асо, точнее. Для русских это очень важно. Да. Но... А девушка работает снайпером, потому что она более выносливая, может долго лежать на месте. Я, если честно, про это не особо узнавал. Я слышал несколько раз за все это время, что есть девушки, которые там с медицинским образованием их брали в снайпера. Вот. И это как, ну, типа, завидено. Почему? Я не узнавал это. Почему ты не пошел в полк Кастуся Калиновского? Потому что, когда я сюда приехал, нам помогали парни из традиции и порядка. Вот. И мы как бы все это время, пока мы в Украине, нам постоянно помогали. Мы были вместе, то есть мы общались. И мы были при том, как парни создавали полк Кастуся Калиновского. Мы были за одним столом, собирались с этими командирами. И они нас как бы там ждали. Но мы посчитали неправильно, что мы скажем людям, с которыми мы шли в Украине, о том, что, извините, парни, мы пойдем в полк Кастуся Калиновского, потому что он белорус. И поэтому мы посчитали нужным оставаться с парнями до конца. Вы были в селе Перемога, потом Рудницкое, Лукьяневка, Новобасань. Да. И дальше поехали на Сумы. Расскажи, что ты видел в этих селах Киевской области? Видел селы и русских. Ну, что я видел? Это если брать по историям. Я видел слезы, слезы женщин, людей, которые жили в оккупации. Различные истории, допустим, в Рудницком ходили и просили табачку. То есть они просили не сигареты, а табачку. То есть вообще какой год, чтобы табачок просить, я не могу понять. В основном это история о том, как людей просто закрывали в домах, а если выпускали, то там в какой-то определенный час и надевали на них ленты, те, с которыми они ходили. Белые ленты? Тогда были вроде красные, если я не ошибаюсь. Вот. И это для того, что если бы мы заходили в село с какой-то другой стороны, люди идут, мы путаем мирное население с орками и начинаем по льву. Потому что на большой дистанции ты не поймешь, что это вообще мужик мирный или не мирный. В Новой Басане 15 человек, там были десантные войска, 15 человек сразу же приехали мужиков и забрали. Вот. И, скорее всего, их выдают просто как военных в обмен на своих русских ванек. Вот. Презервативы при обыске у десантных войск. То есть, для чего им вообще презервативы? Десантники еще ездили, расстреливали, не давали колонне с детьми выехать. То есть, а это спецвойска. Мы не говорим сейчас про бурят или про каких-то там, не знаю, обычные какие-то войска. Мы говорим сейчас про специальные войска. Всегда специальные войска всегда кричат о своей чести какой-то, что они самые лучшие элитные войска. А поступают они как самые последние гандоны. Нет у людей этих нечести ничего. И вот это я видел. Видел парней, которые сдавались в плен в Лукьяновке 2001-2002 года. Да, 2001-2002, если не ошибаюсь, 2000 года. То есть, совсем молодые. Да. В Новой Басане мы взяли в плен этого десантника одного. И он три года воюет за Россию в миротворческих всяких отрядах. Три года он воюет. То есть, деньги получает. Потом там взяли еще десантников, но мы их уже не допрашивали. Их уже допрашивали другие люди. Но больше всего, скажем так, запоминающихся, это была Лукьяновка и Новая Басане. Рудницкая, оно по-своему хорошее, потому что это было первое село. Мы сразу туда зашли. И у нас не получилось сделать определенную задачу. Но потом мы опять его собрали. Ребята, спасибо, что смотрели. Пишите свои комментарии. Пишите что-то хорошее. Когда вы думаете, что закончится война, очень актуальный вопрос. Продолжение следует.